Давненько мы не видели документальных фильмов от Владимира Соловьёва. Оно понятно, с начала войны пропагандист только и делает, что круглые сутки сидит в эфире, объясняя, что если не мы их, то они обязательно нас. Но тут случилось покушение на Дональда Трампа, и такую тему Владимир Рудольфович обойти просто не мог. Последнюю пулю я попробовал положить в центр груди. Посмотрим, попал или нет. Удивительно, но Соловьёв вроде бы снимал фильм про Америку, а получился он про Россию. Как же так вышло и почему сам Соловьёв в итоге взялся за винтовку, расскажу в этом ролике. В конце вас ждёт бонус, мы узнаем, с чего начинается каждая лекция Владимира Соловьёва, за которую люди отдают десятки тысяч рублей. Начинаем. Что стоит за этим покушением? Почему оно стало возможным? Разберём. Показав вначале пару пафосных кадров с американским флагом и каплями крови, Владимир Соловьёв бодро поднимается по ступенькам, чтобы сообщить нам кое-что важное. 13 июля 2024 года. Дональд Трамп в 18.02 поднимается на трибуну, установленную в городе Батлер. Через 9 минут раздастся выстрелом. Пуля попадёт в ухо и окажется точно в избирательной кампании Байдена, которая после этого не сможет продолжать. Куда и каким мыслям нас ведёт Владимир Рудольфович становится понятно уже на третьей минуте. В кадре появляется Андрей Безруков, частый гость федеральных каналов, политолог и российский шпион, который в 90-х занимался нелегальной разведкой в Америке, поэтому в 10-м был арестован и депортирован на родину. Думаю, вы уже догадались, к чему всё идёт. Вообще система таких президентов, как Трамп, не любит. Ей нужны президенты подконтрольные. Кеннеди, когда начал делать то, что в системе не хотелось, его убили. Сразу дам спойлер. Этот тезис, что Трампа хотели убить представителей американской элиты, будет размазан по всему фильму. Сам Соловьёв об этом тоже скажет. О том, что Трампа необходимо остановить любой ценой, включая убийство, говорили конгрессмены, политические деятели, намекали. В своё время Владимир Вольфович Жириновский гениально предсказал, что поведёт себя не так, его убьют. Иронично, что профессиональные снайперы из фильма Соловьёва прямым текстом говорят, стрелявший по Трампу Томас Крукс не был профессионалом. Я бы точно не стал называть Томаса Крукса профессионалом. Вот уж коварная демпартия США. Специально наняли любителя, чтобы на них не подумали. Дальше уже Соловьёв не только расскажет, но и покажет, как стреляли по Трампу. Тут маэстро эфира начинает работать сразу на двух языках. Видимо, чтобы даже американцы посмотрели его фильм. For the American President. Есть в этом нечто эпическое. После Владимир Соловьёв на слайдах нам покажет, как он впервые побывал в Америке и расскажет, как Трамп оказался в политике. Этот блок закончится предсказуемо тезисами из АП-шной методички. Соединённые Штаты после 91-го года, оказавшись единственным гегемоном, деградировали. Задрожала вся система и стала рассыпаться. Уважаемые зрители, просьба пристегнуться. Мы входим в зону ядерной конспирологии. До фразы «глубинное государство» осталось три, две, одна. Эта элита, назовём его «глубинное государство», просто-тапросто очень тяжёлый, очень большой и сильный, и с большими деньгами госаппарат. Она откровенно занимала позицию против «глубинного государства» и более широко против американского внешнеполитического эстеблишмента. Это «глубинное государство» и неоконсерваторы. И вот объединение «глубинного государства» и неоконсерваторов, вот это и превратилось в ядро антитрамповской коалиции. Ох уж это коварное «глубинное государство»! Прячутся по своим чердакам, а потом картошку в Макдональдсе воруют. Ну, дальше в своём фильме Владимир Соловьёв усиливает критику и буквально разносит Соединённые Штаты. Ваш режим убивает оппозиционных кандидатов, он вбрасывает голоса на выборах, система власти коррумпирована и лицемерна, ведь своим можно всё, а чужим – ничего. Согласен, Владимир Рудольфович, страшно жить в такой стране. Особенно, когда власть заставляет думать честных и порядочных людей. Это ты зашёл с ума и должен быть уничтожен, потому что ты против всего того, во что мы верим. Так, о кукловодах, стоящих за кулисами мировых процессов, мы поговорили. А как же… а как же леваки? Те, кто с ним борются, считают, что это они – бог. Они могут менять свою человеческую природу на звериную. Для них нет пола, нет определённости. Они меняют язык и историю. Фух, ну слава богу. Короче, послушав 20-минутную лекцию о рептилоидах, мы возвращаемся на стадион, где Соловьёв трогал винтовку. Перед этим давайте проговорим очевидную вещь. То, что неизвестный мужчина сумел несколько раз выстрелить в Трампа, разумеется, гигантская ошибка, косяк службы безопасности. Но эксперты в фильме «Пропагандиста» шагают дальше и пытаются убедить зрителей, что Трампу чуть ли не специально подсунули плохо обученных охранников. Пришли новые, что-то начали делать. Кто-то начали делать. Я не думаю, что их обучали плохо, но как смогли, так и обучили. Ну, плюс не надо забывать про все разногласия, которые есть между демократами и республиканцами. Мне кажется, они так сильно ненавидят друг друга, что могли даже в таких вещах, как безопасность первых лиц государства, делать друг другу какие-нибудь пакости. Короче, спасла Трампа случайность и то, что Стрелок был непрофессионалом. Вот если бы винтовка была бы в руках у Соловьева, осечки бы не случилось. Видимо, эту мысль Владимир Рудольфович пытается нам донести следующей сценой. Он занял позицию, удобно устроился, передернул затвор и был готов начать стрельбу. Он успел выстрелить как минимум пять раз. Это время более чем достаточно, чтобы внести поправки. Поправки! Последнюю пулю я попробовал положить в центр груди. Посмотрим, попал или нет. Зачем-то постреляв по Дональду Трампу, Владимир Соловьев переключится на другого кандидата, претендующего на кресло президента, на Камалу Харрис. Сдерживаться пропагандист не станет и плотно зиганет. Выстрел, поразивший ухо Трампа, уничтожает Байдена. Кто она? Какой тут цвет кожи? Важно, что она, как они говорят, person of color. Она цветная. А все это значит, что если я цветная, то все остальные цветные должны быть вместе со мной. И мы начинаем танцевать, мы начинаем петь, мы начинаем двигаться как надо. Резюмирую. В 45 минут Владимир Соловьев пытается не спалить, кого из американских кандидатов на самом деле поддерживает Кремль. Получается, это у ветерана телеэфиров очень плохо. И хотя Путин хихикая говорил, что Харрис – его кандидат, такое кино слишком уж явно выдает ожидания в теплых бункерах. И, видимо, чтобы этот фильм совсем уж не смотрелся как протрампистская гидка, в конце Соловьев ставит Америке неутешительный диагноз. Она загнивает, причем очень давно. Так и раньше в Америке убивали. Так и раньше в Америке все было отнюдь не так сладко, как показывал Голливуд. Пуля заменяет выбор народа. Выстрел. Вот он и лицо современной американской демократии. Пока поставь этому видео лайк, а самым терпеливым я дарю обещанный бонус. Итак, мы узнали, что конкретно говорит Владимир Соловьев, когда ведет очередную лекцию, например, в «Обществе знания». В этой аудитории присутствует Господь!